Добрый день! Спасибо, что дали возможность пообщаться на эту тему. Конечно, динамика есть. Если говорить о финансировании на 2024 год, то общая сумма транспортов Омской области увеличена на 4,8 миллиарда рублей и состояла на 45,3 миллиарда рублей. Будем говорить практически более чем 10%. Конечно, мы на этом не останавливаемся, эту работу будем продолжать. Также там увеличены расходы на ряд программных объектов по федеральным адресам и другим статьям экономических направлений. И это все, надо сказать, результат работы правительства Омской области. Конечно же, губернатора Виталия Павловича Хаценко, который очень энергично по всем министерствам, правительству, очень энергично доказывает необходимость данного финансирования. Но я, как первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, безусловно, стараюсь сделать все, чтобы не только помочь, а сделать все для того, чтобы задачи, поставленные нам губернатором и жителями Омской области, мы смогли выполнить. А как происходит распределение средств? То есть, допустим, вот была определенная сумма в прошлом году, да? Вот как принимается решение об ее увеличении? И какие статьи это подразумевает? То есть, на что распределять эти средства? Вот смотрите, ну, то, что касается финансирования школ, там, условно, больницы и так далее, и так далее, бюджетной сети, да? Там есть методика, которая рассчитывает, сколько школьников, сколько там, кой комес и так далее, есть нормативы и так далее. И эта сумма, она там, условно, примерно, постоянно индексируется и так далее. Но есть статьи расходов, которые касаются там различных федеральных адресных инвестиционных программ, различных президентских программ, те, которые, грантов, те, которые конкурентны, как бы, в части того, что тот, кто предоставит необходимую документацию, так, докажет в правительстве о том, что это объекты необходимые, что они являются приоритетом в целом не только в области, там, или в регионе, да, но и в государстве. А более того, как правило, для того, чтобы эти предложения или, ну, просьбы, что ли, регионов были рассмотрены, нужно сделать софинансирование, там, порой, значит, провести финансирование самостоятельно, провести смертные документации, там, провести ряд подготовительных работ, выделение, например, земельного участка или иные вещи. И только после этого, ну, правительством, ну, и соответствующим министерствам вначале принимается решение о том, что, да, этот объект, это может быть и школа, это может быть какие-то гидротехнические сооружения, это объекты сельского хозяйства, это коммуникации, дорожные, там, объекты и так далее. По разным программам, их там более 40, там, 47, да, это все рассматривается, и когда получает положительное заключение регион, после этого Минфин аккумулирует такие собранные, как бы, готовые продукты, да, проекты, и после этого Минфин, исходя из объема возможностей своих, там, так далее, да, он уже рассматривает, и здесь тоже очень важно, Минфин, как заключительная стадия в этой работе, он смотрит о том, насколько качественно все-таки проработаны эти документы. То есть, именно все изначально зависит от работы регионального правительства, и губернатор, соответственно, должен аккумулировать все эти сферы, собрать какие-то данные, цифры, соответственно, вот, выяснить, насколько это нужно, важен тот или иной объект. Вот, если проще говорить, то надо упаковать так, вот эту группу данных, и упаковать, и доказать, что это не просто бумаги, а что есть, я повторяю, там, условно, земельный участок, есть там сети коммуникации, или есть уже проработки, то есть, регион должен показать, что он работу сделал, ну, как правило, там, понес какие-то уже расходы самостоятельно, то есть, это продукт, который готов уже к финансированию, вот, поэтому это, ну, как сказать, как на кухне, понимаете, если картошка не чищена, значит, лук там, кто-то не порезан, и так далее, то, как можно говорить, блюдо не получится. Да, блюдо не получится, это примерно так же. Когда все готово, вот тогда, говорят, на, хорошо, берите, и доказали. И состоятельная команда, а качество команды, ее сразу видно, понимаете, если продукт вот этот, вот это, там очень много данных, много разных моментов, которые надо учитывать, это как раз и показывает профессионализм команды. Что мы наблюдаем, еще раз хочу сказать, вот, команды Виталия Павловича Хаценко, она доказывает очередной раз, что, ну, ей, кажется, все по силам, по крайней мере, я это чувствую и вижу. Вот, если провести небольшой сравнительный анализ с другими сибирскими регионами, можно сказать, что мы в передовиках по заявлению проектов, по их представлению, и, может быть, поэтому у нас растут эти федеральные транши? Я хочу сказать, что вы точно в первых рядах, точно. Ну, регионы ж разные бывают, есть регионы с высокими уровнями дохода и так далее. Вот, поэтому среди своих, как говорится, вот в категории вы точно в первых рядах, это точно. Ну, и вот вы побывали, собственно, на объектах, посмотрели лично, что можете сказать, как реализованы они? То есть наглядно видно, что федеральные деньги, они не уходят впустую куда-то, да? Проекты не кладутся в стол, они действительно реализуются? Ну, конечно, ну, примеров-то много, я же говорю, от гидротехнических сооружений до сельского хозяйства, ну, например, даже вот свалки эти, которые ликвидируются сейчас, значит, и в Омске, так, да, вокруг, и предприятия там, которым сейчас, значит, выбросы и так далее, они там утилизируются, это все результаты вот этой самой работы, и таких там десятки. Ну, у меня твердое убеждение, и это можно, как говорится, на любой площадке доказать, что эти деньги, они осваиваются, реально объекты вводятся, даже такая была статья расходов, как незавершенки, было же много незавершенных объектов, понимаете, сейчас они вводятся в строй, и это видит и правительство, понимаете, и тогда, как бы, проще доказывать и нам, депутатам, ну, как говорится, поддерживать. Вот я хотела спросить, как вам удается отставить интересы Омской области, удается получить эти федеральные средства? Ну, вот, большую часть я уже рассказал, что документация и профессионализм команды показывает, что это деньги, которые не вернутся назад, не будут в конце года, окажутся неиспользованным, но вот 25-30% средств, выделенных федеральным бюджетом, они, как правило, к сожалению, не используются. То есть, приходит декабрь, а они не освоены, или они вовремя заключили контракты, или оказалось, что проектно-смертная документация все-таки некачественная, ну, или там экспертизы были, ну, как бы, не очень честно проведены, и их переносят на следующий год. Ну, понятно, что они не потерялись, но, с другой стороны, целый год эти средства просто провисели, поэтому эти средства можно было бы отдать другим регионам, понимаете, кто работает, и кто не только осваивает и показывает результат, но готов и дальше осваивать. Вот, я повторяю, Омская область и команда Италия Павловича Хацен как раз этим и отличаются, в том, что, ну, практическое применение, высокая энергия вот всех этих предложений, поэтому это все показатели не только того, что, как правильно вы проектную документацию и проще остальное пакет создадите, да, ну, и так, как вы будете администрировать эти все вопросы, и как вы их, ну, одно дело сказать, а другое дело, что ли, на землю установить и усадить. Это тоже нелегкий труд, это правильно подрядчика отыграть конкурсы, провести все, ну, связанные с этим поддержки, потому что это уже дальше идет работа, там, хозяйственных субъектов, там, строительных организаций, каких-то поставщиков оборудования, это большой комплекс работы, это тоже работа правительства и губернатора, которую мы видим, она на самом деле есть. Вот это весь комплекс уже мне, как депутату, и нам, как депутатам, дает прямо на все карты в руки, и поэтому это самые главные и важные аргументы. Ну, конечно, тут надо, так сказать, так это достать, у кого надо, там, Минфини, к примеру, там, и так далее, все. Ну, мы, у нас пока получается доставать, ну, надеюсь, что будет получаться еще лучше. Это главное. Но я не могу не спросить о совершенно таком неожиданном решении, но приятном для Омской области, которое, можно сказать, стало подарком предновогодним. Вот в 2023 году, в конце года, уже был принят закон о федеральном бюджете, и вот вдруг распределяют еще дополнительные средства Омской области на поддержку сельского хозяйства. Это очень важно, потому что мы аграрный регион. Вот как это было принято решение, ну, и о каких суммах идет речь? Ну, конечно, рассматривались все, опять же, регионы, да, но я как раз член комиссии по перераспределению федеральных средств, у нас там всего 19 человек, это софет, Госдума и правительство. Ну, это такой же подход, такой же подход. Безусловно, мы, понимая, что, ну, и располагая информацией, что будут, возможно, дополнительные средства, которые будут распределяться заранее, я в том числе начал проводить работу с соответствующими ведомствами и так далее, о том, чтобы, опять же, обратились к губернатору Виталию Павловичу Хаценко, к команде его, к Ушакову Владимировичу и так далее, и говорим, смотрите, возможно, такое-такое-то, давайте быстренько подготовимся. Вот результат работы в том, что, если так уж точнее сказать, например, дополнительно на компенсацию затрат производителям зерной культуры 369 миллионов рублей, это уже в конце 23-го года, понимаете? Ну, то есть это серьезная очень сумма именно для водки? Ну, конечно. На приобретение оборудования для маркировки малышной продукции 5,5 миллионов рублей, субсидия на развитие миллиардативного комплекса 78 миллионов рублей. Ну, это тоже деньги, считайте, почти там около полумиллиарда, и это под занавес года, как говорится, хорошая такой новогодняя новость. Спасибо вам большое за интересные развернутые ответы, и спасибо за то, что отставите интересы Омской области в Государственной Думе. Будем надеяться, что и дальше федеральные транши будут только увеличиваться, ну и, соответственно, жизнь всех нас, а МИЧ, станет еще комфортнее и лучше. Спасибо. Продолжение следует...